Девушки отдыхают И бурильные машины выше американских горок. Ежегодно эти монстры добывают более 5 миллионов каратов алмазов. Для этого им приходится преодолевать огромные испытания, сражаться с убийственным холодом, передвигать горы Земли и добираться до опасных глубин. Выживает только сильнейший. Супер-сооружение. Машины для добычи алмазов. Северная Канада. Это одно из самых неприветливых мест на Земле. Первые разведчики назвали это ровное пространство бесплодными землями. Но для команды экстремальных машин это родной дом. Алмазный рудник Экоти. Более 2000 километров усыпанная алмазами Земли. Эти супермашины объединяются как борцы тяжеловеса, чтобы вытащить эти богатства из Земли. Высотой почти 30 метров. Пневмоударный бур Д-90. Или просто бур. Гидравлический экскаватор ДМАК-655. Четырехэтажное чудовище. Или просто ДМАК. 160-тонный грузовик Катер Пилар-793 по кличке Кот. В поисках алмазов эти машины пробиваются сквозь твердый камень в суровых условиях местной природы. Будущее рудника зависит от их успеха. У этих огромных машин есть две главные задачи. Одна из них — это постройка подземного туннеля для того, чтобы добраться до алмазов, залегающих глубоко под уже существующим карьером. Вторая — ввести в производство новый карьер под кодовым названием «Карьер Фокс». Карьер Фокс будет открытого типа. Это значит, что он будет выкопан сверху вниз. Чтобы добраться до лежащих внизу алмазов, необходимо переместить десятки миллионов тонн камня. Этим удивительным машинам придется работать в строгой координации, чтобы переместить огромные горы земли. Бур приступает к работе. Эти огромные машины бурят отверстия размером в ствол дерева для команды подрывников. Здесь все больших размеров. Это человек. Это его дом. А вот это бур. Бур совмещает огромную мощность с вращательными движениями. С 30-ти метровой высоты огромный пруд опускается на поверхность камня. Острый наконечник может вращаться почти 100 раз в минуту. Всего за полчаса он может сделать дыру в треть метра шириной и 17 метров глубиной. Как только бур открывает новую часть карьеры, его партнеры присоединяются к нему. К работе приступает капитан команды. Огромный экскаватор Димак. Это самая большая машина на руднике Экотип. Рост этого водителя Димага почти 2 метра. Размер этого экскаватора 4 метра. А вот это Димаг. Это чудовище высотой в четырехэтажный дом, в ковше которого могут поместиться 40 человек. Его острые зубы имеют специальное покрытие из легированной стали. Дабы замороженный гранит, один из самых твердых камней на земле, пришелся им по зубам. 14-метровая стрела приводится в движение накачиванием ряда солидола-нагнетателей, четырех массивных цилиндров, которые дают Димагу силу для разрезания камня. Когда зубы Димага вгрызаются в гранит, то под его интенсивным давлением образуется стекло. Димаг использует эту сокрушительную силу для перемещения тонн камня за очень короткое время. Это просто невероятно. Вы можете загрузить 240 тонн или 218 метрических тонн в грузовик всего за 2 минуты или менее того. Набив камнями свой рот, Димаг передает этот груз своему товарищу по команде, грузовику Гулливеру, коту. Этот шкаф легко справляется с грузами, которые разрушили бы любую обычную машину. Кот – именно та машина, которая нужна для перевозки горы с субарктической земли. Это водитель кота. А это обычный самосвал, который почти в два раза больше него. И, наконец, кот. Он поднимается на высоту двухэтажного здания. Одни только его колеса высотой в 4 метра. Но что же больше всего впечатляет в коте? Его кузов, который может вместить дюжину машин. В карьере Фокса кот работает без передышки, перевозя сотни тонн руды. Это команда сильнейших среди перевозчиков тяжеловесов. Экоти нужны крепкие ребята, чтобы ввести в производство карьер Фокс. Добыча алмазов нигде не является легким делом, но в условиях субарктики она требует особой силы и настойчивости. В течение многих десятилетий мало кто верил, что можно найти алмазы так далеко на севере. Но в 80-е годы группа геологов обнаружила особые минералы, минералы-индикаторы, которые часто находят в районах богатых алмазами. Геологи начали разведку месторождения алмазов, буря глубокие скважины. Достигнув глубины более 100 метров, геологи наткнулись на обогащенную минералами руду, минеральное образование с самыми крупными и высококачественными алмазами среди найденных до сего времени. Они окрестили это место карьером панды и образовали алмазные рудники Экоти. Но впереди их ждало множество проблем. Как и другие рудники по добыче на окраинном севере, Экоти мог нанести ущерб окружающей среде. Остающийся после добычи камень и загрязнение среды могут разрушить животный мир. В целях защиты хрупкой экосистемы тундры Экоти сотрудничает с канадским правительством для мониторинга загрязнения окружающей среды и восстановления растительности, чтобы свести к минимуму негативное влияние на землю, вызванное добычей. Вопрос длительности такого воздействия является спорным, но одно известно наверняка, пока людям будут нужны алмазы, их будут продолжать добывать. Тем не менее, ценные камни являются ограниченным ресурсом, и карьер открытого типа на руднике панда собрал свой урожай год назад. Теперь он закрыт. Но недавно рудник Экоти предложил совершенно новый план, который может вернуть панду к жизни. Геологи уверены, что прямо под карьером панды находится узкий пласт камня, богатого алмазами. Вопрос состоит в том, как его достать. Супермашины не могут добраться до такой глубины, но туннель мог бы привести к доселе недостижимым драгоценностям. Чтобы построить его, Экоти используют первоклассную команду подземных машин. Они пророют туннель длиной в 2 километра, переместив примерно 200 тысяч тонн земли. Проект под названием «Туннель Панда» был начат в 2003 году. Если все пройдет успешно, то Экоти получит доступ к абсолютно новым запасам алмазов. Инженеры считают, что туннель Панда мог бы дать примерно 5 миллионов каратов, включая некоторые камни самого высокого качества из когда-либо добытых на этом участке. Ставки очень высоки. Будущие партии груза из туннеля Панда и карьера Фокс принесут обогащенную минералами руду, землю, усыпанную алмазами. Вот это делается ради этих сверкающих камней. Чтобы добраться до них, супермашины используют всю свою мощь в карьере Фокс. Но внизу, в туннеле, куда не могут отправиться эти гиганты, команда горных машин полагается только на стратегию. Эта работа проверит обе команды до конца. Экоти действует по очень простой схеме. В каждой тонне руды необходимо найти один карат алмазов. Сейчас этот пейзаж может показаться холодным и неприветливым. Но миллионы лет назад это место стало очагом подземной активности. Из глубины Земли вырвалось извержение вулкана. Лава выплескивалась на поверхность. Она несла с собой тайное сокровище – крошечные частички углерода, спрессованные под воздействием давления и жара внутри Земли – алмазы. Богатая алмазами лава скоро остыла. Она образовала подобные трубкам каменные полости в форме морковки, которые называются кимберлитом. Именно такие кимберлитовые трубки и раскапывают на руднике Экати. Машины-великаны откапывают вверх большой кимберлитовой морковки. Но скоро, благодаря туннелю Панда, Экати надеется добыть и находящийся ниже богатый корень. Но между машиной и тем призом, который она хочет получить, находится главное препятствие – слой гранита окружает кимберлит, подобно сейфу банка, в котором хранятся драгоценности. И единственный способ добраться до этих драгоценностей – взломать его. В карьере «Фокс» собирается вся команда машин, чтобы освободить алмазы. Каждое утро диспетчеры выпускают металлических монстров. Два огромных Димакса, два Бура и 13 котов. Этими зверями управляют опытные операторы. Находящаяся высоко над карьером «Фокс» диспетчерская выдает заказы и следит за всем происходящим внизу. Подобно нервному центру, диспетчерская является мозгом, который руководит мускулами огромных машин. Благодаря ей эти металлические гиганты постоянно двигаются в нужном направлении. Они разрезают карьер по форме кимберлитовой трубки. Машины очищают гранит до темного слоя, содержащего алмазы кимберлита. Круги, которые они делают, становятся все меньше по мере того, как трубка в форме морковки уходит в землю. Машины оставляют за собой платформу. Она называется «Бенч» и укрепляет поверхность камня. Ступенчатые стены защищают от опасных оползней и обеспечивают легкий доступ в карьер и из него. Задача машин в карьере «Фокс» предательски проста. Они убирают полмиллиона тонн гранита и кимберлита из карьера каждую неделю. Но здесь, в субарктическом регионе, жестокий холод и гранит наносят урон, замедляя ход машин. Для Кати движение – деньги. И находиться в постоянном движении – единственный способ выполнить работу. Машины-великаны справляются с испытанием благодаря проверенной стратегии, состоящей из пяти шагов. Бурение, взрыв камня, сбор мусора, отправка на завод, отделение алмазов от грязи. Все начинается с бурения. В то время как четыре опорные стойки надежно закрепляют основание, бур фиксируется. Каждый раз, когда бурильное сверло бьет в землю, его острые углы отламывают от нее куски. Она вращается быстро, как смерч. Менее чем за 30 минут бур проделывает дыру размером в 17 метров в крепкой броне камня. Но даже у бура бывают проблемы с сопротивляющимся ему гранитом. Гранит изнашивает дюжины сверел в месяц. После бурения примерно ста скважин пора менять сверло. Если учесть, что стоимость такого сверла 3000 долларов, то понятно, что это дорогая операция. Только сам удар сверла о камень уже сильно сказывается на сверле. Второй шаг. Буро-взрывные работы. Знакомьтесь с командой подрывников из четырех человек, известных как взрыватели. 12 часов в день взрыватели начиняют пробуренные скважины нитратом эммония, часто сражаясь с падающими камнями и такими низкими температурами, что незащищенную кожу можно обморозить в считанные секунды. Да, мы стараемся все делать эффективно и по возможности безопасно, потому что всякое может случиться. Это серьезное дело, когда имеешь дело со взрывчатыми веществами. Взрыватели делают отметку места взрыва. Этот участок длиной более полукилометра. Они следуют плану, который называется планом взрыва, который показывает, где заложить взрывчатку. В сегодняшнем плане взрыва почти 200 дыр. Взрыватели начиняют каждую примерно 800 граммами взрывчатки. Такое количество нитрата аммония способно разорвать человека на куски и превратить гранит в летучую шрапнель. Взрыв разрушит примерно 50 тысяч тонн камня. Огромный кусок поверхности карьера. Чтобы увидеть, насколько он большой, понаблюдайте за тем, как все покидают карьер. Последний грузовик пересекает район взрыва. Выглядит как муравей на шоссе. Вот пора взрывать. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте еще раз посмотрим. Главный провод детонатора соединяет все запалы на взрываемых дырах. Когда поджигается главная линия, то взрывчатые вещества вспыхивают красным цветом, как и ряд фейерверков. Взрыв откалывает огромный кусок гранита от карьера, пищу для зверей, ожидающих снаружи. Следующий шаг номер 3. Экскаватор. Звездный час для Кинг-Конга и Кати. Димага. Этот дикарь первым появляется в опасной зоне, готовой пожирать останки. Димаг – это ненасытный монстр. Каждый час его ковш или грейфер зачерпывает 4,5 тонны Кимберлита, количество эквивалентное 900 школьным автобусам. Он должен двигаться быстро. У оператора есть всего 5 секунд, чтобы наполнить ковш, и всего 30 секунд между сбросами груза. Чтобы поднять такую тяжесть, нужны мускулы и мозги. По мере того, как Димаг копает, он придает карьеру форму. Используя все 4 этажа своего роста, Димаг убирает расколотые камни, начиная с самого низа кучи, осторожно убирая ее. Одно неверное движение, и тонны камня могут посыпаться вниз. А обвал гранита – это очень неприятная вещь. На всякий случай у Димага бронированное лобовое стекло и аварийное отключение двигателя, если ситуация выйдет из-под контроля. Четвертый шаг – транспортировка котом. Если вы видите Димага, то наверняка где-то поблизости находится его подельник – кот, готовый увезти награбленное. Кот – чемпион команды по поднятию тяжестей. Он забирает 4 полных ковша у Димага для полной загрузки. Он создан для поднятия ужасающих грузов. Восьмиградусный наклон его В-образного кузова спокойно принимает рассыпь камней и затем перемещает их в центр. Это делается для того, чтобы он не потерял равновесие, что очень важно, когда грузовик перевозит 218 тонн, содержащего алмазы камня. Это все равно, что перевозить три дюжины слонов. Немного найдется на земле грузовиков, способных перевозить такой тяжелый груз. Взбираясь по крутой дороге, кот направляется к своей конечной цели. Шаг номер пять. Обработка. Перерабатывающий завод – это сердце рудника и Кати. Именно здесь алмазы освобождаются от грязи. Работа здесь никогда не прекращается. В день обрабатывается 12 тысяч тонн руды. 24 часа в день, 7 дней в неделю. На заводе руду, содержащую алмазы, размельчают, промывают, очищают и сортируют. На завершающей стадии алмазы выявляют благодаря рентгеновским машинам и грязевым таблицам. Из этого завод получает около одного карата алмазов на тонну руды. Это примерно кофейная банка алмазов в день. Может показаться, что это не так уж много, но при таком ежедневном количестве Кати добывает около 5 миллионов каратов алмазов в год. Грубые камни затем режут и шлифуют и отправляют в Бельгию для сортировки и продажи. Пока машины-гиганты работают в карьере Фокс, глубоко под землей команда Панды уже приближается к своей цели. Группа уникальных горных машин уже несколько месяцев прокладывает туннель. Это узкий туннель, шириной в 5 метров, идущий вниз к кимберлитовой трубе всего в 40 метров диаметром. Конвейер будет доставлять руду прямо на перерабатывающий завод. В масштабных параметрах он бы выглядел как нить. Строительство туннеля всегда нелегкая задача, но туннель Панда сложнее большинства из них. Он будет чрезвычайно длинным, более 2 километров. При такой длине добиться точности подхода к цели это сложная инженерная задача. Малейшая ошибка в расчетах направления может искоревить его курс на более чем 2 километра. А туннель должен быть абсолютно прямым, иначе установка конвейера станет невозможна. Ситуацию ухудшает еще тот факт, что под землей компасы не работают точно. Вместо них инженеры должны полагаться на таблицы и диаграммы. Если на поверхности земли машины побеждают благодаря своим мускулам, то под землей значения имеют точность и аккуратность. Инженеры постоянно проверяют координаты. В данный момент туннель выглядит безупречно. Мы сделали проверочное отверстие, и по показаниям оттуда линия отличная, и кажется, мы очень близко от того места, где должны быть. В то время как команда пролагает путь к спрятанным сокровищам, рудника Кати готовится к приближающемуся мертвому сезону. Рудник зависит от поставок внешнего мира. Но скоро наступит время года, когда их главная дорога поставок будет вынуждена закрыта. Еще всего лишь несколько дней будут последней возможностью для Кати доставить самую необходимую часть оборудования для машин, чтобы они смогли продолжать свою миссию. Без необходимого оборудования машины гиганты не смогут продержаться те несколько месяцев, которые ждут их вперед. Экать один из самых отдаленных алмазных рудников на Земле. Расположенный на северо-западных территориях Канады, он находится всего лишь на 200 километров ниже северного полярного круга. Ближайший к нему город Yellowknife находится в 300 километрах от него. Само осуществление работ на руднике и приведение машин-монстров в действие по своей задачи сравнима с переброской армии на темную сторону Луны. Огромные части машин, топлива, строительные материалы, все должно быть доставлено. Все. Это огромная работа, требующая целого флота грузовиков-монстров. Они называются Superbiz и могут перевозить за раз 80 тонн груза. Но единственная дорога, ведущая в Экате, это Ледовый путь. Она почти полностью проходит через замерзшие озера и болота. Этой дорогой можно пользоваться только очень короткое время от 8 до 12 недель в конце зимы, когда лед особенно крепок. Остальное время года погода попросту слишком теплая. Замерзшие озера оттаивают, а болота становятся опасно мягкими и не способными выдержать вес машин Супербис. Это означает, что у грузовиков есть всего два месяца, чтобы доставить все самое необходимое в лагерь на целый год. Если это им не удастся, то машины-гиганты останутся без того, что им необходимо для работы, а рудник может закрыться. Сейчас в преддверии весны последние караваны отправляются в рискованное путешествие по тонкому льду. Груз, который отправляется к нам сейчас, имеет первостепенное значение, его нельзя доставить самолетом. Это очень важный груз. Нитрат аммония, чтобы взрывать замерзший камень и специальное полярное топливо для машин-гигантов для их работы в субарктических условиях. Это груз взрывчатки, что делает это путешествие по тающей ледяной дороге еще более опасным. Через два месяца использования изнашиваются даже большегрузные транспортные средства. Этот последний караван должен быть особенно осторожен и не допустить перегрузки, чтобы не провалиться под лед. Поэтому машины Супер Биз едут небольшими группами по четыре грузовика в каждый. Они едут на расстоянии километра друг от друга, чтобы дать дороге время восстановиться. проезжая по льду мы повреждаем его и появляются трещины. А этот километр расстояния между нами дает льду возможность затянуться немного. Да и нет такой большой нагрузки на него одновременно. Через 15 часов они уже въезжают в Экате. Опасный путь был пройден без помех. Но на руднике проблемы. мощный диммак супер экскаватор демонстрирует признаки снижения темпа работы. В этом убийственном холоде техническое обслуживание это вещь обязательная. Машины-гиганты проходят рутинное обследование примерно раз в месяц. Это единственный способ защиты этих машин от разрушительных погодных условий. Этот ковш у нас почти фут стали, фут толщиной в основании этого ковша. В этом ужасном холоде он мог треснуть. Эти зубья можно очень легко потерять. Зуб просто треснет словно морковка. И тогда у нас масса проблем. Гарри руководит техническим обслуживанием в Экате. Он снимает Димакс работы для плановой регулировки. Но он со своей командой должен работать быстро. У них всего 48 часов для диагностики и наладки этой машины. Чуть больше времени и холод может нанести серьезный вред этому гиганту. У них масса работы и даже небольшие проблемы становятся большими, когда работаешь с такими огромными машинами. Попробуйте поменять масло у машины, которая использует более 10 тысяч литров. Потом смазка всех соединений. У Димака их сотни. В этом экстремальном холоде смазка замерзает и теряет свои смазочные качества. А если соединение слишком долго остается без новой смазки, то может произойти катастрофа. Движущиеся части создают очень большое трение, они свариваются и застревают на месте. В то время как одна команда занимается соединениями, эксперты фокусируют свое внимание на поврежденном цилиндре. Упавший камень оставил на металле вмятину. Через него может вытекать масло и нанести большой вред окружающей среде. Димак не может работать, пока не заменен цилиндр. Команды технического обслуживания приступают к работе. Без Димака алмазы сами не выкопаются. В то время как работа на руднике Фокс стихает, под землей бесстрашная команда в туннеле Панда продвигается вперед. Там внизу нет места тому, кто боится темноты. Воздух качают сверху, здесь пахнет как в гараже механика. А если сверху падает камень, то бежать некуда. Единственное освещение поступает от головных ламп рудокопов и горящих глаз горных машин. Звери, которые орудуют здесь специально созданы для подобных условий. Длинные, плоские, компактные. Породопогрузочная машина. Грузовик-тягач. И мощный гигантский бур. Все они подземные родственники тех гигантов, которые работают в карьере Фокса. Но вместо грубой силы эти машины рассчитаны на точность планирования, чтобы добраться до алмазов. Это элита среди взломщиков сейф подземного мира. И эта опасная окружающая среда требует тщательной стратегии. Первое, что они делают, это отверстие для взрывчатки. 20-тонный бур вгрызается в гранит. У этой машины два сильных буровых манипулятора, поэтому она может выполнять работу двух буров одновременно. Каждый бур делает горизонтальное отверстие длиной в 4 метра. При добыче открытого типа используют более глубокие отверстия, но стратегия в туннеле другая. Здесь используется много неглубоких отверстий вместо нескольких глубоких. Это обеспечивает более тщательный контроль подрывных работ. Что очень важно для такого маленького пространства? Сделано 54-метровых отверстий. Именно столько необходимо, чтобы взорвать около 70 кубометров. Теперь пора приступать к работе с взрывателем. Они начиняют отверстия нитратом аммония. Для определения количества взрывчатки, необходимой для того, чтобы отколоть определенное количество камня, они используют формулу, которая называется удельный расход взрывчатого вещества. Для гранита это составляет около полкило на тонну. При взрыве камня его объем увеличивается на 33%. Если использовать большее количество нитрата, то разрушений может быть больше, чем это может выдержать такой маленький туннель. Высота туннеля 5 метров, а ширина 6. Здесь нет места для ошибки. Команда уходит и ждет, когда раздастся ужасный грохот. Взрыв отрывает 70 кубических метров камня из глубины туннеля. Команда расчистки приступает к работе. Породопогрузочная машина пробивается через туннель, чтобы подобрать рассыпанный камень, известный как отколотая порода. Это самая опасная часть работы. Каменный потолок расшатанный взрывом может рухнуть. Рудокопы называют такие осколки камней молчаливыми убийцами. Длинная устойчивая рама породопогрузочной машины готова к любому нападению. Кабина водителя стратегически расположена посередине вне опасной зоны. А тем временем впереди огромный рот машины заглатывает около 15 тонн отколовшейся породы. Он передает свой груз Кату АД-45 большому горному грузовику. Более плоский компактный он весит 40 тонн без груза. Его длина всего 10 метров и он может развернуться на пятачке. Но этот малыш может перевозить до 45 тонн камня за один раз. Это все равно что перевозить 8 мобильных домиков одновременно. Он спешит вверх по рампе чтобы освободиться от груза и возвращаться чтобы взять еще. После двух поездок вся куча отколотого камня исчезает а туннель становится на 5 метров длиннее. Но на этом работа не заканчивается. Потолок и стены туннеля подобны минному полю из-за возможного обрушения камней. Молчаливый убийца может дождем обрушиться вниз или блокировать новый отрезок туннеля или что хуже всего убить кого-нибудь. Туннель необходимо сделать безопасным. На сцене появляется автоматическая установка анкерного крепления. Она строит крепкую инфраструктуру для новой секции. Сначала сверлит дыры в потолке, затем вставляет в них арматурные пруты, закрепляя их каучуком и стальными пластинами. Смесь арматуры с каучуком крепко цементирует камень. Дальнейшее укрепление делается покрытием каменной поверхности металлической арматурной сеткой. Взломщики сейфов продвинулись на 5 метров ближе к цели. И теперь, после того, как новая секция укреплена, весь процесс происходит опять. Для того, чтобы построить двухкилометровый туннель, необходимо переместить около 200 тысяч тонн грязи. Необходимо действовать быстро и надеяться на попадание в цель. В то время, как гигантские машины сражаются в карьере Фокс, субарктический холод потребовал еще одной жертвы. Металлические гиганты уже лишились демага временно, но теперь возникла проблема с одним из 13 котов. Команда уменьшилась на двух игроков. Это большая проблема, если они хотят остаться в игре. И опять же, их миссия зависит от экспертного технического обслуживания. Кот отправляется в ремонтную мастерскую. Тут задача простая, вернуть кота к работе как можно быстрее. Бригада технического обслуживания реагирует так же, как и техники на автомобильных гонках. Чаще чаще всего коту требуется несложное техническое обслуживание, новые шины или балки. Но сегодня все более серьезно. Он страдает от проблемы с мотором и инфаркт механического сердца. Экате нуждается в возвращении кота в игру. Чтобы быстрее всего справиться с этим необходима трансплантация. Благодаря конвою, пришедшему по ледяной дороге, новый огромный мотор готов к трансплантации. Больное сердце кота удаляется, все его 12,5 тонн. Новый мотор ждет поблизости. Это очень сложная хирургическая операция. Одно неверное движение может повредить как мотор, так и саму машину. еще один фут назад и теперь мы можем поставить его на место. Двигатель закрепляется. Он ударяется обо что-то наверху. Не знаю, что это. Все в порядке. Мотор на месте. вряд ли есть время на то, чтобы похлопать кота по плечу. торопится обратно на работу. Надо торопиться. Супермашина должна наверстать упущенное время. А в лагере и под землей в туннеле Панда команде конвейера также предстоит серьезное испытание. Сегодня команда экспертизы проверит курс туннеля. А сейчас вопрос на миллион долларов. Попадут ли они в цель? Марк Шейдер производит замеры. Он использует лазер и прибор для измерения искривления скважины, который называется теодолит, для определения точного расположения туннеля. что-то не так. Он проверяет опять и делает вывод. Туннель отклонился от своего курса. Туннель уходит в сторону от поверхности карьера Панда. На каждые 64 метра отклонение составляет 1 миллиметр. это совсем крошечное отклонение, но для туннеля такой длины это имеет огромное значение. На протяжении всего двухкилометрового туннеля он уйдет в сторону на полтора метра. Такая серьезная ошибка сделает невозможным установку там конвейера. Это очень важно, потому что любое искривление или поворот не позволит установить конвейер. Команде придется исправить эту ошибку. Отсюда это сделать невозможно. Но они могут направить туннель в правильное русло, добравшись до него снизу карьера панда. Это дополнительный план, который держали в запасе. Теперь они приводят его в действие. Машины меняют свое место работы, используя узкий проход на краю кимберлитовой трубы. Отсюда они начнут копать в сторону первого туннеля, работая под новым углом, чтобы выровнять его. Команда подземных гигантов принимается за работу. А на земле в карьере Фокс капитан команды заканчивает свое медобследование. Поврежденный цилиндр в массивной стреле Димага был успешно заменен. Но внезапно, когда он уже был готов вернуться к работе, механик обнаруживает потенциально смертельную проблему. Она прячется под гранитной пылью. Трещина. Мы только что обнаружили трещину на кузове машины. Трещина в 3 дюйма сбоку на кузове. Это тончайшее повреждение на самой важной части Димага, на его кузове. Подобно позвоночнику, кузов машины соединяет две гусеничные цепи, фиксирует экскаватор на месте и поддерживает его огромный гидравлический ковш. Если не ликвидировать эту трещину, то машина может выйти из строя во время работы. Но на ликвидацию этой трещины требуется время, а это может повлечь за собой еще большие проблемы. И дело не только в том, что более длительное пребывание на холоде может серьезно повредить Димагу, но и вся команда гигантов может пострадать. Когда Димаг выходит из строя, то возникает эффект домино, выводя остальные машины из нормального режима работы. Команда работает изо всех сил. Есть крошечная возможность, что они смогут починить Димаг за допустимое время в 48 часов. До рассвета и окончательного срока остается всего несколько часов. Для Димага это сражение со временем и стихиями. Будущее супергигант и успех всей команды висит на волоске. А на алмазном руднике икате в туннеле Панда наступает решающий момент. Команда потратила более года на постройку туннеля, идущего от завода по переработке до доселия недостижимого участка кимберлитовой трубы. Сейчас они узнают, получилось ли все так, как надо. На другом конце туннеля команда подрывников начиняет пробиваемую стену взрывчаткой под названием АНФА. Взрывчатые смесью нитрата аммония и дизельного топлива. Это смесь из удобрения и дизельного топлива. Это мощная штука, менее килограмма этого вещества может разнести тонну камня. Взрывчатые вещества должны быть уложены строго по порядку, чтобы можно было контролировать их разрушительную силу. Даже небольшая ошибка может вызвать разрушение опорной стены, что приведет к полному обвалу. В отличие от карьера Фокс, в глубинах туннеля Панда некуда бежать. Машины и рудокопы находят укрытие наверху карьера. Всего какие-то секунды отделяют их от массивного взрыва, который принесет богатые алмазами будущее или провал. Он возникает из темноты. Получилось? Постепенно основной предохранитель поджигает взрывчатку одно за другой. Детонация проведена отлично уничтожив разделяющую стену и не затронув опорную. Что же там за огромной зияющей дырой? Успех! Нижний проход туннеля выпрямлен почти идеально. Я считаю, что это было очень серьезное испытание. Мы так счастливы сегодня. Отличный прорыв. Какая красота! Вместе с гигантскими машинами они продлили жизнь карьера панда, добравшись к 5 миллионам каратов высококачественных алмазов. Приятное чувство? О, да! Им есть что праздновать. На этом хорошие новости еще не кончаются. Снаружи этим утром опять идет снег и очень нужный игрок возвращается в карьер Фокс. Невероятно! В последний момент. Димак встал на ноги и 700-тонный монстр готов отправиться в путь. Словно волнующиеся тренеры механики наблюдают за разогревом машины. Несколько следующих минут критические. После неподвижного пребывания в течение двух дней в субарктическом холоде Димак может не завестись. Чем дольше простой машины тем труднее вернуть ее к работе. И даже несмотря на то, что Димак двигается, он может отказаться копать. Медленно рука гиганта распрямляется. Но может ли она подниматься? О да! Кинг-Конг вернулся к жизни. Его рука двигается вверх и вниз, словно родившись заново. Его тело готово к новым испытаниям. Это очень важный момент для всех, кто работает с этой машиной. Она чрезвычайно важна для Екатя. Но тем не менее, она ничто без водителей. А грузовики бесполезны без бульдозеристов. Я хочу сказать, это целая цепь. С возвращением Димага производство в карьере Фокса жевает. Машины-гиганты прошли проверку на прочность в одних из самых суровых мест на Земле. И после каждого раунда битвы они возвращаются. Удивительный бур. Мощный димаг. И безустали работающий код выполнили изумительное задание. Сегодня впечатляющий карьер Фокс углубился на более чем 100 метров в землю. Каждый день гигантские машины роют глубже, поднимая из замерзшей земли потрясающее сокровище. А под землей в туннеле Панда кипит работа. И очень скоро лента конвейера доставит алмазы из доселе недоступных глубин. Это невероятный успех непреклонной команды, победная комбинация металлических тел и железной воли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА